Всем привет! И сегодня я хочу показать вам вот такой вот макияж. Яркий, вечерний. Акцент на макияже именно глаз. Я использовала очень теплые красноватые тона. Многие обычно считают, что они делают глаза пухшими, заплаканными, расстроенными. Но мне кажется, что нет, они делают довольно красивый сексуальный взгляд. И в этом макияже я использовала практически все продукты довольно бюджетные. То есть я каким-то люксом, крутым не пользовалась. Использовала тени масс-маркета, китайские даже какие-то тени. Также добавила красивые накладные ресницы. Для начала я использую кремовые тени от Maybelline, про которые я так много говорила в последних видео. Наношу их мягкой синтетической кисточкой бочонком на верхнее и нижнее веко. Теперь возьму мягкую кисть из голубой белки, светло-розовый перламутр и наношу его в будущие места тушевки. Тонким слоем. Теперь беру коричневый карандаш от Пупа средней мягкости и начинаю задавать форму будущему макияжу. Выделяю внешний уголок, складку и нижнее веко. Растушевываем карандаш в зависимости от формы ваших глаз и желаемого эффекта. Вот что получилось у меня. Далее плоской маленькой кистью растушевываю карандаш. Возьму бордовые тени и нанесу их такой же маленькой кисточкой на карандаш. Теперь беру светло-розовый мягкий карандаш и заполняю все подвижное веко. Это станет подложкой будущих светлых теней и сделает их более яркими. Растушевываю карандаш с синдрической плоской кистью. Далее беру обычную кисть для тушевки из палетки на 120 оттенков от Шелли Косметикс. Я выбираю красновато-кирпичный оттенок и его буду наносить на края своего макияжа, создавая такой красный эффект растушевки. Я сразу пытаюсь добиться максимально мягкого перехода. Тушу им как и верхнее, так и нижнее веко. Теперь я беру бордовый пигмент. У меня вообще здесь рассыпчатые тени от Пупа из какой-то очень старой коллекции. Но вы в принципе можете взять любой бордовый пигмент или например тени. И средней плоской кистью я заполняю форму. Главное наносить пигмент вкладывающими движениями, а не растирающими. И предварительно очищенной от всех предыдущих продуктов кистью я смягчаю края пигмента, смешивая его с тушевкой. Теперь беру ту же растушевочную кисть и тени от Мак Хоу и дополнительно смягчаю растушевку. Из палетки на 88 теплых оттенков от Костал Сенс я беру роза персиковые оттенки с маленькими блесточками. И наношу на подвижное веко вбивающими движениями, чтобы максимально передать яркость цвета. Далее мне захотелось дополнительно углубить линию роста ресниц и внешний уголок. Для этого я беру эту же палетку и там есть отличные теплые коричневые темные цвета. И маленькой кистью вбиваю тени. Осталось почистить границы любой чистой мягкой кистью. Крашу ресницей и клею на внешний уголок половинку моих любимых ресниц Байн Коинс. Маскирую следы преступления. И глаза готовы. На лицо наношу сияющую базу от Etude House спонжем от Real Techniques. Легкий тон от Bourjois Healthy Mixer я также растушевываю спонжем от Real Techniques. Консилером от Maybelline я убираю синюю под глазами, потому что мои синяки становятся продолжением моего бордового макияжа. В этом макияже мне пригодятся мои нелюбимые румяна от MAC в оттенке Harmony. Наношу их как в качестве корректора, так и легкого румянца. У них хороший грязно-розовый оттенок, который подойдет именно к этому макияжу. Использую халатер от The Balm Cindy Luminizer, обозначаю скулу. И в качестве помады наношу карандаш для губ от Essence в оттенке Satin Mouth. У него отличный грязно-розово-лиловый оттенок, очень модный в этом сезоне и трендовый. Чтобы сделать губы чуточку объемнее, я нанесу темную помаду, у меня по-моему от Rimmel в оттенке 120, на уголки губ и немножко на края, очень-очень тонким слоем. Это сделает губы чуть более пухлыми и объемными. Хайлайтер также можно нанести и на ключицы. И не забываем также светло-розовым карандашом выделить слезистую глаза, чтобы глаз не был болезненным. Тут я немного поиграла со светом. Вот как макияж выглядит в белом холодном освещении. Ну вот и все, макияж готов. Я дополнила его вот такой красивой, к сожалению, наверное, не видно, косой, канатного плетения. И я надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok